Здравствуйте! Сегодня с вами я, Пашки Ильич Анна. Рада вас приветствовать на канале Процветок. В этом видео поговорим о таком агротехническом приеме, как мульчирование посевов овощных культур. Вы наверняка скажете, что вы много об этом слышали, читали, говорили. И наверняка некоторые из вас, более опытные овощеводы, используют этот агроприем. Но тем не менее, хотелось бы этот вопрос резюмировать. Мульчирование – это английское слово. Вообще, англичане – они чемпионы по мульчированию. Уже на протяжении многих веков они мульчируют и посадки садовой земляники или клубники соломы, и выращивают картофель при помощи мульчи соломенной. Поэтому это слово пришло к нам именно оттуда и нашло свое применение на наших огородах. Что необходимо помнить о том, что такое мульчирование и какие виды мульчи бывают. Наиболее распространенная и оправданная – это, например, свежескошенная трава или сорняки, которая постепенно по мере высыхания превращается в сено. Соответственно, зеленая трава, сено, солома. Также распространенный вид органической мульчи – это опилки. Менее распространенными органическими мульчами будут являться такие, например, как хвойный опад, шишки, стружка, крупная кора, кокосовые чипсы, также картон, газеты. В том числе находят сейчас свое применение на участках нового вида органической мульчи, которая называется лузга от подсолнечника или от гречихи, например. Помимо этого есть мульчирующие материалы, которые обладают более декоративным характером, нежели технологичным. Это всевозможные камни, циолиты и так далее. Почему необходимо мульчировать ваши посевы? В первую очередь, святое место пусто не бывает. Если вы высадили ваши овощные культуры, между ними есть неприкрытая земля, то, соответственно, ждите сорняков. Соответственно, мульчирование оно избавляет от сорняков или, как минимум, сокращает их количество. Также мульчирование препятствует чрезмерному высыханию почвы, чрезмерному испарению, не образуется корка. Не происходит переохлаждение почвы или, наоборот, ее нагревание интенсивное. Было даже установлено опытным путем, что, когда температура воздуха в районе 30 градусов, то в почве она порядка 40 градусов, а почва, которая замульчирована слоем 5 сантиметров, там температура была на уровне 21-23 градусов. То есть растение, корневая система растений себя в таком случае чувствует комфортно. Помимо этого у мульчи есть такое преимущество, как она увеличивает количество полезной микрофлоры почвенной, активизирует ее биологическую активность за счет того, что под мульчой хорошо себя чувствуют и активно размножаются и развиваются полезные нам насекомые, которые хищниками обычно являются, полезные микроорганизмы, бактерии, различные червяки также полезные. Также необходимо помнить, когда вы мульчируете, вы препятствуете размножению спор тех патогенных микроорганизмов, в основном грибных болезней, которые находятся в почве. И также, когда вы мульчируете, вы насыщаете ваши растущие растения овощной группы теми полезными микроэлементами, макроэлементами, азотом, фосфором, калием, которые были усвоены растениями, которые уже выступают в роли мульчирующего материала. По сути, мульчу можно рассматривать как полноценную органическую добавку, повышающую плодородие почвы. В этом видео я бы хотела показать вам, как правильно первый раз замульчировать ваши овощные посевы. Для этого необходимо предварительно почву прорыхлить, Затем, если она сухая, ее необходимо пролить и после этого заложить мульчу. Помните, что если у вас почва тяжелая, то слой мульчи должен быть в районе 5 сантиметров. Если у вас почва легкая, то минимум 7 сантиметров. В целом, вот этот слой должен быть как хорошее одеяло. Но все будет определяться типом вашей почвы. Также необходимо помнить, что когда вы используете в качестве мульчирующего материала Какие-то органические составляющие, которые быстро перепревают, То необходимо проводить мульчирование несколько раз последовательно за сезон. Там 3-4 и даже 5 раз. Сейчас на примере перцев вы видите, как я провожу рыхление предварительное. После чего я буду проливать водой. Лейки у меня нет, поэтому такой вот ноу-хау в виде бутылки. Предварительно мы здесь сделали отверстие по кругу и в крышке. Желательно, конечно, проливать перцы, не касаясь их листовых поверхностей. Для того, чтобы не было никаких впоследствии заболеваний от этой воды. После того, как вы интенсивно пролили вашу почву, Можно переходить непосредственно к мульчированию. В качестве мульчирующего материала я собрала свежескошенную траву. Она пролежала буквально пару дней. Благо, погода сейчас позволяет. И таким образом она уже перешла в разряд сена. Я мульчирую буквально все на такую приличную толщину. Я ее расцениваю как 5-6 см. Что необходимо помнить? Если вы мульчируете, например, перцы, томаты, баклажаны и вообще любые другие овощные культуры, То не стоит укладывать мульчу непосредственно к самому стволу вашего растения. Необходимо оставлять несколько сантиметров в диаметре, которые будут свободны от мульчи. После того, как вы закончили с мульчой, можете ее также пролить. И если у вас есть большое желание и возможность, То можете просыпать вот этот мульчирующий материал небольшим количеством сухих микроорганизмов. В моем случае у меня бактериальный препарат Атлант. Я беру его и буквально вот так вот просыпаю. Что это нам даст? Это нам даст уже активизацию почвенной активности. И наша мульча вступит в свою работу. Зачастую, когда люди начинают мульчировать свои посевы, они допускают несколько ошибок. Первая и самая основная, то, что они делают мульчирование один раз. Это непростительная ошибка, поскольку почвенная микрофлора работает, Идет вот это вот перепревание, усваивание мульчи. Поэтому необходимо проводить мульчирование на протяжении сезона, как я уже говорила, несколько раз. Вторая распространенная ошибка, это то, что люди думают о том, что когда мы замульчировали наши овощные посевы, У нас нет необходимости в дополнительных подкормках наших растений, Ввиду того, что в мульче находятся те вещества, которые были ранее ими усвоены. Это также не стоит сбрасывать со счетов. Необходимо вести ваши запланированные подкормки, будь то минеральные, будь то органические. И опять же смотреть на состояние ваших овощных культур. Также необходимо помнить, что по мере того, как у вас будут происходить процессы почвенного разложения, перепревания мульчи, будет развиваться белая плесень. В этом нет ничего страшного. Это плесень есть синая палочка, которую мы часто покупаем в магазине или пытаемся дома произвести самостоятельно. А когда мы замульчировали, синая палочка пришла к нам в огород сама. Помните, независимо от того, какая погода и как часто вы посещаете ваш огород, все равно любой овощеводческий процесс, он приводит нас к счастью в виде урожаев. Поэтому всего вам доброго, счастья и хороших урожаев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok